Утешитель Небесный, Утешитель Души истинный, Ижи везде, Сын, и все исполняй, Сокровище благих и жизни подателю, Победители сяны и очистены от всяких скверных, И спаси блажен души наши. Отец наш Тебесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше беседу и занятие по Слову Твоему Святому. Дарим Господи, чтобы Слово Святое раскрыло в нас те нужные для нас силы, нужное духовное состояние, чтобы мы могли исповедать имя Твое Святое перед всеми людьми, без страха и сомнения, вознести в Тебе руки и прославить Тебя Господа нашего и Творца. Тебе слава за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Давай продолжаем такое сочетание. Евангелие от Марка, вот эти беседы, не беседы, а занятия по Евангелию от Марка, но читаем Евангелие от Матфея. И где будет попадаться нам повествование Евангелия от Марка, там мы будем третий том задействовать и читать. Сейчас мы в самом начале Евангелия от Матфея, родословия Иисуса Христа, читаем. 21 стих. Что, Сереж, будешь ты читать? Да. Ты где-то остановился? 21 стих. 21, да? Там длинное что-то такое. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Это ангел Господень явился Иосифу и продолжает свою речь. Перед этим он говорил, не бойся принять Марию в жену твою. Помните, мы занимались, что Иосиф хотел тайно ее отпустить, когда увидел, что она беременна. А сейчас ангел Господень говорит Иосифу, что Мария родит сына, и чтобы он назвал его Иисусом. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Толкование. В сих словах показывается, как высоко это спасение, ибо благовествуется освобождение не от чувственных браний, не от плена варварского, но, что гораздо важнее сего, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освободить. Здесь ангел показывает, что рождающийся, с большой буквы, есть Сын Божий. Тоже два слова, с большой буквы. И кроме божественного существа, никто другой не может отпускать грехов. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать такого благодеяния. Если грехи наши достойны были наказания, и прежде сей чести, то тем более после всего неизреченного благодеяния. И это, говорю теперь, не без причины, но потому что вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных, и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжещи, ни в церкви, не скоро различишь, кто верующий, и кто не верующий. Разве только, когда присутствие, при совершении таинств, увидишь, увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. А у нас сейчас даже и не высылают. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно показывают, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надо бы распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни, и богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А если ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то и почему нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн? Но причащаясь только по обычаю, ты уготавляешь в душе свои многие муки. Верующий должен пристать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. надобно, чтобы он по всему был виден, христианин, и по сути, и по поступе, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего по добрым делам. Сказал же я о всем для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Я вижу тебя на конских ресталищах и в театрах, вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые толки в худых сходбищах и сообщаешься с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта или по спутникам твоим ты водишь за собой тунеядцев и льстецов. По словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных таким людям говорит апостол. Их бог шрева. Филиппийцам 3.19 Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мною и другое мною многое угоряет противность? И что говорю верный христианин, даже и того человек ли ты не могу узнать подлинного? Ибо стучишь ты ногою как осел, скачешь как волк, ржешь на женщин как конь, объедаешься как медведь, насыщаешь тело как лошак, злопамятен как верблюд, хищен как волк, сердит как змея, язвителен как скорпион, пронырлив как лисица, хранишь в себе яд злобы как аспит и хидна, враждуешь на праздках как демон лукавый как я могу исчезть тебя за человека не видя в тебе свойств естества человеческого ища образа верного христианина не могу найти разности даже между человеком и зверем чем же назову тебя чем же назову тебя зверем но у каждого зверя один какой-нибудь из всех пороков а ты совокупив в себе все означенные пороки далеко превосходишь их своим неразумием назову ли тебя демоном но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег а когда в тебе больше пороков нежели в зверях и демонах то скажи мне как могу назвать тебя человеком если же нельзя назвать тебя человеком то как назову тебя верным а что всего хуже находясь в столь худом состоянии мы и не думаем об изобразии своей души не имеем и понятия о ее гнусности и так умоляю вас не оставайтесь зверями если же ежели и раб не входит в дом отца то как можешь пустить в двери его ты будучи зверем и что говорю зверем какой человек хуже такой человек хуже всякого зверя зверя хотя по природе дик однако часто посредством человеческого искусства делается кротким а ты изменяешь природно им зверство в несвойственную их природе кротость а свою природную кротость изменяешь в неестественное тебе зверство дикого по природе делаешь смиренным а себя кроткого по природе против природе природы делаешь диким льва укращаешь и делаешь ручным а своему телу попускаешь быть неукротимее льва в отношении к укращению зверей два затруднения препятствующие их укращению во первых то что зверь лишен разума во вторых то что зверство в нем есть природное свойство несмотря на это по избытку данной тебе от бога мудрости ты преодолеваешь их природу как же ты преодолевая в зверях природу себе самом по собственной воле не сохраняешь природного добра данного тебе от бога если если бы бог заповедовал тебе сделать кротким другого человека ты не почел бы его заповеди невозможны хотя и мог бы ему возразить но ты не господин чужой воли и что он не зависит от тебя но теперь когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя над которым ты полный господин то чем можешь оправдаться не утрощая своей природы какое можешь представить изменение когда из льва делаешь человека а сам из человека делаешься львом диких зверей доводишь до одинакового с человеком благородства а от себя самого не изберегаешь от Христова Христова Най если желаешь что гнев есть зверь и лев спасибо возлюбленный Христов сколько другие усиливались над укрощением его столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким ибо гнев имеет страшные зубы и копки если не укротишь его то он погубит все добрые зубы он не только вредит телу но еще более расстраивает здравие души поедая терзая расклевая всю силу ибо каждая страсть оставаясь в душе немилостиво поедает нас каждый день лев когда насытится уходит а страсти никогда не насыщаются и не отступают доколе не отойдут доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу я говорю это не только о гневе но и о всех других страстях кто какую страстью увлекается тот от нее и погибает мы увлекаемся не одной какой-либо страстью но постоянно служим многим страстям и похищаем чужое и обижаем и собираем неправедное богатство и презираем нищих и убогих и ненавидим ближнего и предаемся тщеслаем желая у всех быть в славе но для души нет никакой пользы от этой славы ибо она тщетна она потому и названа тщеслаем что ничего не приносит ежели презришь всю суету мира будешь драгоценнее целого мира подобного подобно тем святым цитата который весь мир не был достоин евреям 28 итак чтобы тебе соделаться достойным царства небесного презирай настоящее тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа которому слава и держава в бесконечном веке аминь из творений Иоанна Златоуста Иоанна 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 выделил слова крещения прочищения и Златоуст говорит причащаясь только по обычаю и и на эти слова Иоанна Иоанна Тихонович делает комментарий я думаю не менее красновечивый чем в Златоусте сейчас но только лишь комментарий комментирую комментарий на сегодняшний день Игнатий Лапкин пятый век христианства центр православия Константинополь самый знаменитый проповедник за всю историю христианства сколько сетывания в словах Акипасты о позорном состоянии его прихожан с момента объявления христианства государственной религии номинальные христиане заполнили церковь превратив ее в зверинец как говорит святитель я не вижу людей а вижу стата лошадей и свиней уже тогда духовный первоапостольский опыт обращения ко Христу рождения свыше истинный вход в церковь через духовное прирождение во Христе были неизвестны и забыты почти всеми остались механические действия крещения и причащения правда тогда это крещение совершалось по канонам полным троекратным погружением человека в воду а причастие мирянам подавалось раздельно в руку тело Христова в виде хлеба вносили домой самая трагическая погибельная смертельная ошибка была допущена при императоре константине это неправильный вход в церковь через механическое действие через крещение крещение же согласно библии должно быть завершающим действием актом после истинного покаяния и научения в течение не менее трех лет получение дара духа святого также было заменено видимым действием миропомазания а это далеко не одно и то же деяние 238 Петр же сказал им покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар святого духа святые отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс и антолу составлен им в литургии вводят специальное время когда оглашенные могут присутствовать после чего они выводятся оглашенные языки произносятся трижды громко во всеуслышание согласно изъяснений святых мужей таких как Снеон Солунский дьякон обязан в это время тщательно проверить нет ли в храме посторонних людей остаются только верные допущенные до причастия после этого еще дважды будет возглас двери двери и предверник снова обязан проверить хорошо ли заперты двери нет ли кого из посторонних отлученных за грех звук этот остался и сегодня великий святитель Иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит что это всего лишь звук вводящий других заблуждений ничего не значащий если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому что написано в новом завете тому как это истолковали святые мужи и чтобы непременно это было выполнено они просто сотрясали воздух дьяконским языком и добавлено что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов но положа руку на сердце перед Богом мы должны признать что бескровная жертва сегодня же прекратится почти повсеместно в 999 храмах из тысячи быть может 1 коринфянам 9 26 и потому я бегу не так как на неверное бьюсь не так чтобы только бить воздух как в проповедях Иоанна Златоуста так и в толкованиях блаженного Фифилакта очень зримо представлено что крещение уже тогда стало не на своем месте что его совершали над посторонними людьми и в их словах очень ясно видно что они ничего с этим поделать не могли уже и тогда и горько об этом сетывали а выход был как и сегодня провести полную перерегистрацию церкви все начать с нуля непрерывная проповедь научения постоянно и всюду и начать запускать фран только после искреннего обращения ко Христу Тимофея 4.2 проповедую слово настой во время и не во время обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием было тихо отвернулся 8 коробок евангелия на благовестный воскресенье полшестого выезжаем в романово андрей едет ты уже говорил с ним я с ним не говорил но Игнать Тихонович сказал человек ненадежный чтобы моя машина была наготовена поедем на девятки если бурана не будет а Андрей что уже не едет он уже не знает если он не поедет поедем на девятки потому что мы не должны опозориться Игнать Тихонович нас ждут на нас надеются и в нас может быть верят об этом даже разговоров нету никаких чтобы мы позорились или еще что-нибудь нет чтобы ты остался там их научил группу создал такую конечно я там оттуда уеду я там не останусь однозначно если у них однозначно будет истинное желание научиться мы научим Аминь это правильно вы меня возьмите я так хочу у вас мы там наверное и оставим согласно согласно если Игнать Тихонович разрешит если разошила мы приедем там у Игнать Надежды Васильевны все ласточки будут и солнышки аминь ну что с неверующими я так не обращаюсь вы думаете неверующие будут там присутствовать где-то глубокие сомнения терзают меня так помоги господин вот только что читали только что читали и хорошо что тут как раз копытами гремило бегало там все про зверей да про зверей вот зверуха вот зверуха она и то кажется лучше чем человек который не просто неверующий какой-то а верующий даже но который не исполняет вот в чем дело уже об этом говорилось стоите как свиньи где стоите в храмах а кто стоит там перед этим сказано вроде бы христиане а живете ни по чему не узнать ни по взору ни по походке ни по слову ни по одежде ни по друзьям ни по тому что вы любите не могу определить кто вы только одно определяю что вы на сатану больше похожи вот это златоуст выделил нам эпитет а теперь что мы сегодня можем сказать не так он еще сказал что только по тем кто заходит там и кого выводят сегодня вообще этого понятия нету как кого выводят куда заводят все обмерщилось полностью оглашенные какие-то ну покричали там где-то никто ничего не знает вообще да если мы со священниками кого со священниками с нашим епископом Евтихием диспут затеял бывший романах Натанаил Судников Николай Николаевич диспут целый затеял почему потому что наш бывший епископ Евтихий Курочкин считал что тот кто уже мочен кого покропили водой троекратно преподавать крещение не нужно и вот этот иеромонах из московской патриархии пришел взялся за нашего епископа и нисколько не убедил его хотя написал ему письмо и оно у нас находится в книге к истинному православию это обращение его к истинному православию это что епископ сказал не надо крестить да все одинаково что мочил лишь бы это был священник все куда каноны все эти дети а каноны мы вот читали вот я брал канон и прям читал ащи 50 не будет это погружен троекратного погружения в единок это смерть господня а только одно погружение извергать из сана такового даже извергать а тут наш епископ уж какой будем говорить чужой а что о чужих то говорить вообще как вообще мочат воду применяют до снега бы дошли до песка уже добрались еле-еле отстаиваем да хорошо хоть житя святых полное а так бы обрезали только что этого еврея молодого засыпали песком и прошло бы уже теперь-то хоть сказать можем что не мало это не вменилось крещение в крещение сказали перекрещивать его не перекрещать а крещить крестить то есть да не перекрещивать а крестить его убрать это вообще чтобы даже и духу не было что песком можно крестить ну вроде как закопали же его ну и вот пожалуйста про Константина Игнатих вот в комментарии в самом начале комментарии всех Евангелий в самом начале Слова Божия практически сказано это жизни Христовой вот о Константине Великом, что он сделал недавно мы читали доклад Лариона, который он говорил перед католиками-семиналистами в Италии и разбирали его об Эдикте 1313 года ой, 313 года Эдикт Миланский который установил равноправие христиан с другими религиями чтобы христиан не гнали и уже в 325 году православные просили умоляли Константина чтобы он высылал еретиков я не знаю там о казни было но высылал бы их вообще то есть в изгнание уже просьбы были и он на это не пошел и потом чем закончилось православных начали наоборот изгонять ну почему но они-то поступали злее а Христос говорит о добрее милосердии понятно выводы сделали ариане оказались лучше чем православные по нравственным качествам и взял крестился у арианствующего епископа Константин перед своей кончиной и сейчас везде пишут в энциклопедиях у арианствующего епископа крещен Константин почему ну потому что вот златоуста что пишет это же вот уже прям почти что времена златоуста чего не хватало ну вот не хватало гонений не хватало вот этой крови мучеников которая явилась семенем христианства а дальше мы читаем жития святых о мучениках писаны какие жития святых читаешь слезы и душа с вами обливается и сам какие переживания какие и сколько людей верующих потом дальше уходим от времен гонений когда гонений нету какие мученики чем прославлены и начинается котелки на голову с бережка там нужно прыгнуть куда-то эти камушки здесь где-то келью строил потом ломал опять нужно вверх корешками вниз корешками садить что-то надо по капельке поливать где-то в пустыне о чем речь идет вообще иной раз непонятно послушание все послушание но послушание это нужно на что-то налагать когда Господу пришли он же сказал никто не представляет к новой ткани старой или наоборот к старой ткани новые заплаты почему и то отдерется и это еще хуже будет и в мехи не вливает вина никто вверхи и молодого начнет играть и разорвет эти мехи и ни вина не будет ни мехов ничего постепенно нужно на людей налагать а как постепенно апустол Петр сказал от веры веру ну а какая постепенность может быть допустим вот бросать курить по пол пачки или по одной сигаретной день да нет это не об этом речь идет вера должна сразу прийти а вера от слышания слов Божьих а этого как раз нет почему потому что везде пробивается проталкивается протискивается церковно-славянский язык на котором ни один человек не разговаривает вот сидят там эти политики разговаривают на Украине ну и показывают прям прямой эфир без комментариев и они на своем языке на украинском я сразу да украинский язык и вот они сидят переговариваются там и потом до драки у них там доходит и все это вот в эмоциональной форме ну русских политиков не берем англичане по-своему там в парламенте что-то так кулаками нашут и всем на своем каком-то там английском языке испанцы в русской православной церкви любой русской православной что за рубежом что московская патриархия что там еще какой-то русской нигде никто из иерархов никогда не говорит проповеди на церковно-славянском языке почему он потому что точно знает этот человек когда начинает говорить с людьми что люди его не поймут если он вдруг даже захочет перевести на церковно-славянский свою речь поэтому никто не переводит никогда и нигде говорят на русском почему слова самого господа иисуса христа который является спасителем для души каждого лично из нас должны идти на непонятном для нас языке почему задаем мы этот вопрос на него нет ответа только самые несуразные такие что это язык святой но раз святой язык то вы только в алтаре тогда на нем и разговариваете вы и в алтаре мы можем со стопроцентной гарантией сказать никто из священных служителей не разговаривает друг с другом на церковно-славянском языке а только то что только то что записано никогда не скажет там ащи-срящи братья никогда он скажет подайте отец мне там потиры чашель ну и вообще ничего не скажет потому что уже они все знают что делать ну никогда не будет говорено это вообще простой беседе общедоступной на каком-то другом языке почему что-то должны мы читать речитативом где написано о Библии что мы Библию слова Господа это повествование бывает историческое повествование бывают повествования географические какие-то ну и так далее там всякие повествования есть которые душеполезное чтение бывает здесь бывают даже научные какие-то выводы в Библии почему мы должны все это речитативом на непонятном языке слышать когда тут объясняется такое разве зашла бы церковь в такое мракобесие если бы три раза написано в Ветхом Завете что земля это шар земля это висит в пустоте земля это шар подвешенный в пустоте конкретно написано ну разве кто-то бы бился за Галилео Галилей там его сжигать хотели или этого Джордана Бруно сожгли разве это было бы если бы все понимали это язык Библии сколько бы смертей не было или что луна тверда оказывается кто знал что луна вообще тверда или что всегда думали просто светит диск и светит отражает вообще никто не знал закрыто Слово Божие как его открыть вот Слово Божие ну вот попытались открыть перед революцией 1876 год закончили перевод Библии перед нами вот Библия сейчас вот это Библия 77 книг перевод 1876 года православные сделали перевод сейчас пользуются им все на этой основе теперь пытаются там переводить что-то на русском языке чисто русском языке это чисто до такой степени русский язык что от умиления слезы иногда они ее не читают нигде в храм почему не читают в храме сами же ее перевели причем собор был 17-18 года там четвертое вложение было во второй половине собора где говорилось что все права великорусского языка признаются да церковнославянский является основным но все права великорусского языка перевода 1876 года признаются и те общины которые желают чтобы у них слово Божие звучало на понятном языке в богослужении могут подавать и там свои предложения и им никто не должен воспрепятствовать слушать на русском языке вот как у нас сейчас вот наш епископ в тихой курочке он как раз не воспрепятствовал нам слушать слово Божье в нашей общине в нашей церкви на русском языке все остальное богослужение опять на церковном славянском ну как бы хотелось чтобы это был перевод для нас доступный сколько бы мы еще узнали ну слава как говорится Господу нашему что и это мы слушаем до такого бы дойти еще как вот у нас что даже псалтырь на русском языке а у нас были люди вот Фаина помню Соломоновна еврейка так она плакала несколько стояла подряд служб плакала потом спрашивает что такое я говорит впервые такое слышу что как прекрасен псалтырь оказывается а так стоит слушать церковный славянский ничего не понятно это нужно прийти когда перевод сердце откликается сразу душа сразу откликается чтобы слезы пошли не актерские а от души от чистоты душевной чтобы они пошли это нужно сразу псалтырь чтобы был перед тобой чтобы ты сразу взглянул на свою жизнь и на жизнь других чтобы ты увидел как спасает Господь тебя и другого человека и вот это вот умиление называется тогда ну что продолжим 22-23 стихи а все сие произошло да сбудется вещеное Господом через пророка который говорит все дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Еммануил что значит с нами Бог толкование посему если бы родила не дева то не было бы и знамения и так евреи злонамеренно искажают писание а вместо дева ставят молодая впрочем молодую или женщину или деву называют ее пророк все должно вродившее разуметь деву дабы это было знамением то есть чудом и выделено искажают писание на это Гранди опять дает комментарий как Бог любя людей является им в разных видах как это более приемлемо человеком в данный момент так точно делает и дьявол породив разные секты и ереси и искажения в слове божьем евреям 1 1 бог многократно и многообразно говорит издревле отцам в пророках и 2 коринфонам 11 14 и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света против этой беды святые отцы выставили 19 правило 6 вселенского собора запрещающее толковое священное писание вопреки учению церкви сегодня православные или совершенно не знают писание или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании их гибнут не тысячи а десятки миллионов душ за такое преступное небрежное небрежение пастырями истинного толкования нового завета но евреи нам показали как нужно относиться к слову божьему даже когда был разрушен храм и слово божье уже не звучало в собраниях евреи там в изгнании придумали новое синагоги школа веры туда ходили с маленьких как говорится с маленького возраста и дети взрослые естественно и там разбирали слово божие женщины могли присутствовать они за пределами этого собрания но они стояли тоже все слышали это мы читаем и когда было когда господь во времена господа как все это было были большие окна видать какие-то были эстрады отдельно то есть все каждый член еврейского народа мог принять участие в разборе слова божьего а книга в Нееме 8 глава говорит нам о том как это происходило то есть собрались все во двор храмовый и стояли и слушали им читали из писания и прикладывали толкование написано и народ понимал прочитанное и вот был такой ездра ездра написано чтец прям так и написано чтец а что чтец читал потому что прям брали законы читали тогда что законом называлось все книги какие были ветхого завета их тогда было уже много все таки это были времена допленения уже о Давиде было много и о Авраам и Осип и Моисей и перед этим Ной и изгнание Израиля уже все было записано Моисеем поэтому были книги и вот ездра он собрал эти книги все какие были на его время его жизни и начал хранить и начали их читать и вот об этом очень хорошо написано и даже народ стоит обуреваемый ветрами дождями холодно написано дрожит народ замерз ну все слушают и самое главное написано и народ понимал прочитанное и вот это мне интересно ну как он понимал народ но я так предположил что наверное были все таки какие-то начальствующие люди ну как бы народ поделен на десятки там сотни и видать проводили какие-то беседы между собой то есть приходили где-то собирались ну помните как были эти пятерки там вот если брать какие-то проразведчиков как вот молодая гвардия их там по пять человек собирались они они все время собирались вместе обговаривали там что-то делали а на самом деле было намного лучше и здесь видать народ разбивался и потом беседовали между собой и потом шли и старшим докладывали как народ понял потому что ну нельзя же стоять читать читать а потом кто-то крикнет по глазам вижу всем понятно ну ясно дело это невозможно тогда же рупорок-то не было не ну крикнуть могли там допустим но не могли же там сказать ты понял тот да понял 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 то что видим по смеху лошадиному понял конечно не так это было ну ясно что беседовали а что они могли дружить это мы видим по Давиду и Анафану дружба такая что смерть готов принять от рук отца я спрошу у отца отец с копьем да ты с сыном с этим проткнул тебя и бросает копье и тут уклоняется то есть видим какая дружба и говорит полюбил Анафан Давида как свою душу то есть вот какая дружба была между ними дружба откуда ну не за бутылкой водки сидели ясно дело вот как у нас посидели потом давай друг другу глотки резать все было по настоящему все было на основе духовной на основе священного писания на основе любви к Господу Богу ко всему что Господь сотворил к этой стране которую Бог охранял судьями своими дал первого царя этого Саула то есть мы видим и дальше и в дальнейшем все на основе тех старейшин как Ездра и Неемия которых все признали почему их признали потому что сердце их болело и была такая печаль на человеке что даже царь неверующий естественно и языческий обратил внимание что-то лицо твое какое-то печальное нет печаль это не какая-то такая печаль будничная печаль на сердце у тебя да признался на сердце помолился говорит Господу и признался да на сердце потому что врата храма и города моего Иерусалима сожжены и все там шакалы там боют кто царь то был царь был Сау что ли говорит нет мы говорим о пленении там на выходу на сорву ставь там они делятся там первый второй но это уже был сын того который захватил поэтому он уже по-другому относился не как с враждой киеве но уже увидел что это люди и полезные и от них и злата нету никакого но они все исполняли чего восстание не поднимали жили уже как говорили на арфах повесили наива повесили марфы наши и не пели песен торжества потому что как я буду петь песен господню на земле чужой если забудет забуду Иерусалим забудет меня десница моя вот такой был Ездра и вот так вот господь его выбрал старейшина но мы видим что Ездра как раз в святце православной церкви как лицо святое святой муж не входит как ни странно хотя сделала очень малая для народа Божия и для нас с вами то что мы читаем вот это все вспоминаем о вере людей как они все это сделали вот как нам прийти допустим к вере я легко скажу давайте будем поступать так же как поступили евреи ветхозаветные когда шли строили Иерусалим а чем отличие какое и храм господи да никакого нету нам сейчас надо созиждить внутри человека каждого внутри себя храм Божий как это сделать там все написано отказаться от всего что относится к язычеству отказываемся сразу начнем дальше понимаем слово Божье как это понять нужно приходить на собрание все вместе вот так вот как мы сейчас трудиться над душой своей вот сестра сегодня Аллилуйя сказала что она местописание поняла одно вот мы вместе порадовались все зашли мы тут сидели как раз разбирали ветхий завет историческую канулу прослеживала и ей стало понятно для меня допустим это как будто как пионеры первый класс она вот сколько лет ходила и теперь господь открыл и она поняла что это открыто ей понимаете как это прекрасно вот так каждый должен открывать для себя каждый день постепенно какую-то тематику за тематикой страницу за страницей открывать а братья старшие должны помогать и сами будут умудряться и всем будет хорошо и благословение будет и на братьях и на сестрах и на младших и на старших потому что все будут друг друга благословлять а так один ушел другой где-то там в лес под рова никого нету да там а я все знаю вот как не встретишь вот сейчас выходили три или четыре раза попались женщины особенно я все знаю да я на клеросе я на клеросе пою вы понимаете у меня все это есть ей предлагаю ну просто Евангелие предлагаю возьмите возьмите почитайте у меня все это есть зачем таким тоном говорить ну и хорошо что у тебя есть мне нужно всех оповестить дальше есть а вы читаете это ну вы понимаете с кем вы разговариваете я живу в церкви постоянно ну понятно что вы постоянно ну вы читаете Евангелие вы по нему живете да я на клеросе пою как будто там написано в Евангелии всем петь на клеросе и тогда все тогда к тебе никто не пристанет и у всех тогда руки и языки поотсыхают как только с тобой заговорят ничего этого нету можно петь на клеросе и на двух и катавасию затеять и все равно ты будешь безбожник как на хорах поют безбожный хор взнесен под купола кто здесь зачем кому все это нужно все надвое все в росте все пополам наполовину понято пропето и плачет и тоска свечи и тоска нигде не видно воздуха ни света я так давно от этого устал это Игнат Тихоновича песня называется 20 век 1986 года написано он тогда устал от этого а все продолжается но благо вот что теперь патриарх заговорил сам вона и я сам слышал его слова в последней проповеди в субботу прям он только телевизор включил и прям слова дорогие братья и сестры и раз и начинается проповедь сначала не очень а потом начинает как-то он что-то развивать говорит вы думаете почему мы вот там справитель где-то в высших кругах там вместе находимся чтобы донести им слово Христово чтобы они могли спасти души свои думаю ничего себе вот это да а я думаю уходите деньги у них вытрясаете чтобы мраморные свои эти в монастыре отопить с мраморными туалетами золотыми золотом сусально покрытыми унитазами и потом в конце говорит и каждый из нас должен понести слово Христово для душ тех людей которые не знают это думаю ничего себе вот это да договорился патрар и сразу же в воскресенье батюшка такое нам делает объявление что сам благочинный как я не знаю как называется этот район у него мамонтовский романов романова 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 а благочиня мамонтовская получается что ли там по моему или несколько а там не по географическому понятно то есть не как в алтайском крае география да близлежащие захватывают ну а Ольга мне сказала что наш Сергий алтайский это временный потому что если бы он был не временный его бы давно уже поставили надзирать над всеми вот этими благочиниями а его пока не поставили а время уже поставить давно пришло понимаешь то есть как бы он не проявил еще себя хотя можем сказать здесь что это не по канонам мы должны тут видеть только одного епископа это должен быть епископ Гидеон до Куков который был давно он и должен стоять был но он вот когда он умер так он умер недавно Антоний уже умер вот Максим вот Максим должен быть нашим епископом по идее вот если так брать во временных рамках и он его убирать отсюда ни в коем случае нельзя и тогда вот когда мы встречались с епископом Максимом ну мы я имею ввиду Игнатик батюшка там братья были видели все это беседу и он когда сказал а что разве ваш епископ не гарантия Игнатик говорит как гарантия как так да и в любой момент уберете и все и сам и убрали не нашего даже епископа наш заболел просто и уже понятно на покой его как говорится из штата как называется а гарантия в чем гарантия ну в том что епископ скажет все переходите в Московскую Патрахию вот мы перешли и нас никто не тронет батюшка на своем месте храм никто не тронет только мы переходим вот храм сразу на него претензия будет епископа все теперь мы с этого храма должны поживу какую-то денежную уже нести епископ какая она будет никто не знает батюшке он там сам скажет они же сразу с священниками разговаривают потому что священник у них он как будто генерал а мы все в подчинении уже все генерал тебе приказал и мы все пошли на войну кто пошел кто пошел клясться кто пошел там ну еще что-нибудь такое делать что не по евангелию главное нужно делать все повязаны теперь этим грехом а теперь ну что ты ты же ходил туда а ты же вот это делал ты же тоже грехолудник так что давай теперь молчи в тряпочку и вот исполняй все что тебе сказали а что исполняй да ничего не делай главное чтобы тебе ни слова нигде не было слышно чтобы вот так ты не ходил ни тряс бородами как эти козлы чтобы никто тебе не сказал эй православные тут ходят и чтобы никто на вас не сжаловался все сидите вот там по домам водку пейте все можете материться немного ну лимит скажет даже ну чтобы никогда нигде от вас никто ничего не слышал и все вот это жизнь все вот это отлично это вот наша православная стоят мужики с капустой в мороге головки склонили на бок перед батюшкой же стоят все вот так да батюшка первый должен голову-то склонить да не перед людьми не перед мужиками все батюшка думает как я вот тут на омоне выгляжу ой да батюшка-то какой а дьякон как высок а какой голос-то у него а какой у него шапка-то новая красивая ну все увидят все а ничего не услышат потому что церковно-славянский язык опять. Сколько стоит часы на кирилле? Ну, об этом мы еще не говорили. Да понятно, что все дорого стоит, и машины там, и все. Да не об этом речь, а пускай бы у тебя стоило это миллиарды. Пускай ты сам бы весь стоил, допустим, стексилион. Но ты людям, Слово Божие, дай на понятном языке. И все. А дальше там, как это завидовать? Это от меня уже зависит. Завидовать буду я ему или нет? Ну, представьте, все стоят и говорят на русском языке. Прямо к тебе обращаются, ни там язык не ломают, ничего. А то же иногда сами такого петуха дадут. А пацанов, как они учат семинаристов? Они же из них злодней делают. Я вижу, там стоят, они друг перед дружкой уже все. Они вот этих людей вообще не видят. И друг перед дружкой только перемигываются. Вышел, набрал воздух, а сам худосочненький такой. Я думаю, ну этот-то долго не выдержит. А там стоит такой дородный ему. Ну, они перемигнулись, а все. Я знаю, что дальше будет. И пошел. Готови побил, готови побил, готови побил. Тот стоит смеется над ним. Не вывез. Сорок раз не смог на одном дыхании, Господи, по минуту сказать. А ты вот такой дородный стоишь, смог бы, да? То есть тебе пятерку надо ставить. Это где такие преподаватели, священники, которые им за это галиматью, вот это, вру-вру-вру, ставят пятерки. А время, время. Батюшка там стоит, подгоняет. Так, смог, 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 смог. И потом как? Якуб Колос сказал, это, рев, зев и лупоглазие. Как будто, говорит, начинается, говорит, как будто шмель, говорит, дупле будит, а заканчивается ревом. Да таким, что все боятся, как бы чего ни наделал, чего в церкви нельзя делать. Где только это не видели, в каких только храмах этих воплей не слышали. Только ничего не понятно. А апостол Павел говорит, хочу пять слов сказать на понятном языке, для назидания. Нежели тьму на незнакомом. Вот я на этом вот тоже всегда думаю. Вот Павел уже сказал, неужели это никому не понятно? Почему вот, я даже своему батюшке тоже, ну, славянский язык, ну, непонятно же. Это церковный язык. Ну, Павел же сказал пять слов на понятном. Ну, почему вот это они не понимают? У меня это интересно. Ну, как-то. Ну, Игорь Тимович, об этом говорит, что маловерие. И неверие, и маловерие. И нелюбовь к людям. Ну, как вот я, допустим, вот у меня душа рвется сказать. Ну, и вот я иду, иду. А не хочу, у меня вот колени болят страшно. Иду, потому что у меня никто не придет слушать, кому я нужен. Как правильно сказано, что вы говорите, что ой, как же меня не слушают. Правильно. И не слушают. Иногда слушают редко. В основном никто не слушает. Ну, надо идти, потому что душа рвется навстречу людям. Ну, как так? Ну, батюшка попросил уже помочь. Не наш даже батюшка, а чужой. Через нашего. Так это вообще. Как не встать, не пойти? Да вот он я, Господи. Я бы даже и то пошла, если бы была не инвалид. Ну, как с людьми не поговорить? Да люди-то. Я уже пошла. Ну, сколько людей знают, мы знаем. Если уж священники знают там с гульки в нос. А люди-то что знают? Да они вообще ничего не знают. Вот Игнатий Ильич говорит, там надо выбрать там неверующие, неверующие. А я так думаю, человек, если пришел туда, уже значит что-то есть. Уже надо говорить ему. Можно в одной комве говорить. Потому что и те, кто ходит в церковь туда, накрылась, хотел сказать. Ну, и накрылась тоже. А они все равно, их надо переучивать. Ну, вот как вот часто пример этот берется, что вот новый набор идет музыкантов. И спрашивают, ты уже умеешь играть? Умею. С тебя 100 рублей. А ты умеешь? Нет. С тебя 30. А почему? Я же больше, мол, знаю уже. Меня меньше учить надо. Нет, тебя надо переучивать. Потом нужно теперь учить заново тебе. Это я на тебя три раза больше времени затрачу. Вот так вот бывает. И здесь то же самое получается. Потому что люди ходят. Бабушка, сколько ходишь? 42 года. Бабушка, а вот этот образ кому? Так кто его знает? 42 года она стоит в этой церкви около этих свечек. Она не знает, кому это, кто, о чем, что за святой. И женщина вот тогда подошла к этому священнику при мне, когда начала говорить о Георгии Победоносце. А я говорю, а вы житие святых читали, Георгий Победоносце? Она, житие святых, Георгий Победоносце? Раскрылатился. Она ко мне подошла? Иди отсюда, давай. Я только с ней. Вот туда, пожалуйста, пожалуйста. Давай, попробуй сказать ему. Ну ладно. А вы что, в другой день стирать не можете? Что вам именно в этот день Георгий Победоносце? Все. Ну, молодец вы. Разрешил вопрос священника. Да ты возьми Саберий еще. Скажи. Так, интересный у вас вопрос. А ну-ка, Саберий-ка еще своих подружек всех приведи-ка ко мне. Прямо вот сюда приведешь, и я тут вам буду говорить. Да и расскажи им о Христе. Ну и Георгий Победоносце не забудь. Да и Симеоне Столпники расскажи. Тебе что, жалко язык, что ли, развалится? А потому что ничего не знают. Все им надо откуда-то. А, как бы там неправильно. А, епископ что-то услышал. А там какой-то благочинный что-то неправильно сказал. Тише. И только раз. Тише. Кто-то идет, проходит мимо. Мы с ним разговариваем. А мы с ним были. Он геолог был, я геолог вместе. И вот его поставили священником. Все. Тише. Ну, я просто с ним беседую. Как он было, рукоположению у него и так далее. Все. Тише. Все. Ничего нельзя знать. Он таинственный все. Как будто в КГБ его приняли. Ну, ты порадуйся со мной. Нет. Все сразу. Раз. А ты кто такой? Ты что тут стоишь? Все. Выгнал меня. Все. В Славгороде, говорит, ты благочинный, можно сейчас Игорь звать его. Интересно. Был не Игорем. Был Григорием, оставил Игорем. Как я? Меня звать Игорь же. Сегодня у меня разговор с Анной Кузьминчиной. Анна Кузьминчина верующая православная. И ее сватья, это Нина, это мать, тоже верующая православная. Это ходит в Дикольскую церковь. Это у нас. Они не дружат, они не разговаривают между собой даже. Я говорю, сегодня разговаривала я с ней. Она говорит, что Библию не признает. Так, сватья-то эти, Нина, Нина, мать. Как? Я говорю, а как она признает Библию? Ну, не признает. Она говорит, увидела в своей комнате Библию. Ее там в другую комнату переселили. Их три комнаты. Она справилась. Потом библию. Библию. Ну-ка, уберите ее отсюда, сейчас же. Анна Кузьминчина говорит, а почему уберите Библию? Нет, она мне не нужна. Мне здесь делать ей нечего. Так это же Библия. А я ее, она мне не нужна. Я ее не читаю. Я ее признаю только Евангелие. Я говорю, так Евангелие же в Библии. Нет, я только Евангелие. Мне так было чудно вообще. Я думаю, ничего себе. Шесть часов жгет лампаду. Шесть часов. Вот уже все вот закоптила, говорит. И говорит, Толя, ругаться. И не наругаться. И все нервничают. Бесполезно. Как я жгла, так и буду жить. Я говорю, так она может ее спасает, эта лампада. Бесполезно говорить. Ну вот какие? Как? Ну как? Это вообще кошмар. Да. А вы думаете, Игнат Ильич говорит потешки и какие-то байки и анекдоты, когда рассказывает о том, что творится? Ой, я прикурю, Анна Кузьми, я говорю, а... Обо всем. Дело все том, что со священник приехал, непростой священник, баптист бывший. Да не просто баптист, а который обратился через Игнатия Тихоновича, вот Надежда Васильевна, участвовала. И сидим у нас, у нас сидим в трапезной. И он начинает говорить, что Ветхий Завет, слово Библия, вообще в проповеди перед людьми произносить ни в коем случае нельзя. Вот, наверное, на новой войне училась. Он Василий. Толстенко. Толстенко. Мне одно. Два динария дали. Это Ветхий и Новый Завет. И Господь говорит, исследуйте Писание. Иоанна 5.39. А оно... Вы хотите иметь жизнь вечную? А оно свидетельствует. А мне? Так а тогда не было Нового Завета, только Ветхий. Значит, что? Все. Вот она бабушка и не знает теперь, что делать. Она и кадит, и перчит, и может там и сметаны хорошо в постные блюда кладет. Но ничего не получается у нее. Потому что на одном крыле далеко птичка не улетит. Змеюга уже ее схватит. А написано, а дракон стоит, ждет таких. Очень сильно. Я говорю, Кузьмина, как она слышит в церкви, читает в Ветхий Завет, допустим... Да Ветхий вообще не понятен, по Риме. По Риме. По Риме называется. Она говорит, это знает, что читают. Она говорит, знает и слышит, что там читают из Ветхого Завета. Но она не признает. Ну как так? Ну это как? Да потому что никто не беседует с ними. Считают за грех. А у ней уже свое. Да. Причем это наложилось потому, что когда-то священник что-то сказал. И она это услышала. Неправильно просто сказал. Он может быть и не имел этого в виду. Продолжим комментарии. Вернее толкование. Евреи говорят. Почему же родившийся назван не Эммануилом, как сказал ангел Иосифу, а Иисусом Христом? То есть ангел говорит, что нарекут ему имя Эммануила, а его Иисусом Христом. Почему евреи так говорят? Это скажи им, евреям, что пророк не сказал наречешь, но нарекут. То есть самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами. Ибо, выделено опять, священное писание, дает имена от дел. Как, например, нареки ему имя Магер-Шелал-Хаш-Бас. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Рок Исайя 8.3. Иммануил же, еврейское имя, и значит, с нами Бог. Комментарий. Доказательство истинности того, что они говорили, святые мужи веры находили в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижалей. Мироточением ковчега или скрижалей. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, а благословенное масло не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то, цитата, не верьте и мне. Дальше? Да. 24 стих. Встав от сна, Иосиф поступил, как поверил ему ангел Господень и принял жену свою. Толкование. Евангелист постоянно называет Марию женой Иосифа, устраняя худое подозрение и сказывая, что она была женой не другого кого, а его. 25 стих. И не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Толкование. То есть, никогда не совокуплялся с нею, ибо слово «как» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее, а потом познал, но то, что совершенно никогда не познавал ее. В Писании часто так выражается, так сказано, «Выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетел, пока осушилась земля от воды». Бытие 8.6. Но он не возвращается и после сего. Еще Господь сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28.20. А после скончания разве не будет? «Тогда тем паче будет с нами бесконечно». Так и здесь под словом «как». Еще раз напомню, что за слово «как». «И не знал ее, как, наконец, она родила сына». То есть, слово «как» разумей, не знал ее ни прежде, ни после рождения. Подобно, как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более после скончания века. «Да и как Иосиф прикоснулся бы к Пресвятой, когда совершенно знал ее неизреченное рождение». Называет его первенцем не потому, будто был у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первый родился и притом единственный. Ибо Христос есть и первородный, как родившийся первый, и единородный, как не имеющий брата». Но там бы еще было написано проще тогда, если бы дальше что-то было, то писали бы так. «До тех пор». До тех пор. Все это понятно, логично. А слово «как» показывает, как бы перерыв просто в том, что перед этим было сказано, что никогда не знал. Как, как бы вдруг, раз, вдруг вот такое событие, оно случилось все. А «канва» уже, она идет одна и та же. Поэтому, как она была ему обрученную, так и осталась просто обрученную. Хотя называют его и отцом, когда они искали Иисуса тогда в храме. Когда он удивил многих. Три дня его не было. Когда он звал отец твой, он говорит, «Неужели вы не знаете, что мне должно быть, надлежит быть там, где отец мой?» Ну вот, первую главу, слава Богу, мы закончили. Ну, толкование много, и очень интересное толкование. Таких, которых мы в Евангелии от Марка не встречали, по причине того, что все-таки, как бы получается, вот в этом толковании, все равно блаженный Феофилакт дает толкование на все стихи. У него нет такого, что просто стих прошел, и не было вообще никакого у него толкования. Обязательно дает толкование. Поэтому синоптики, то есть три иногда между собой повторяющихся сюжета, которые мы видим у Матфея, у Марка и у Луки, они все имеют свои толкования. Феофилакта. И они бывают друг друга, дополняют, они разные. Бывает что-то одинаковое у них, но в основном дополняют. Поэтому, по идее, читая вот здесь вот один какой-то стих, мы должны еще взять синоптические и на них тоже прочитать толкование. Тогда мы все будем знать в совокупности. Понимаете, как получается? А мы все время читали Евангелие от Марка. Поэтому толкование получали мы только на Евангелие от Марка. А когда начинаешь читать Евангелие от Матфея или Евангелие от Иоанна, то смотришь, там очень много таких толкований, которые мы не знали, которые на сегодняшний день нам очень сильно нужны. И когда мы их запоминаем и говорим о них людям и священникам, то это очень иногда бывает полезно. Очень полезно. Они другими глазами смотрят на то, что читаем мы, хотя на самом деле это все православное. Чтобы доказать священникам, что нужно читать именно блаженного феофилакта, нужно потрудиться очень сильно, возможно, не одному человеку. Вот Игнат Игнатьевич потрудился, он написал целых, много-много томов за 40. Как мы потрудимся с вами? Давайте, давайте каждому отдельно встречаться с человеком и трудиться. Вот брат Владимир показывает, как он это делает. Он заучивает, у него есть выписки, тетрадь с выписками, и он заучивает отдельно, не только при нас, он это делает, он и без нас это делает. Еще у некоторых есть, заучивает. Кто-то постоянно читает Слово Божье, неусыпно. Это тоже очень хорошо. То есть всегда нужно находиться со Словом Божьим. Да, всегда душа должна наполняться Словом Божьим. Чтобы с тебя пошли реки воды живой, да? Да, чтобы хотя бы в ручей пошел из тебя воды живой, поток какой-то, либо... Нужно выпить моря, который Господь только дарует выпить. Души полезные. Души полезные, это значит, все библейское должно быть. Ты письмо Патриарху не составлял? Нет еще. Только в уме. А вот над поездкой размышлял, что вот мы приедем. Там священник, во-первых, мы на него, как на Валат, нагрузочку сделаем тоже, чем они вроде. У нас будет самое главное, Евангелие. У нас есть, что раздать. А по Евангелию, раздавая Слово Божие, мы можем на это говорить по Евангелию. О чем здесь говорится? Я себе большие нагрузки-то не беру. Ну вот Слово Божие есть. Вот то, что мы сейчас проходим о рождении Христа. Ну о рождении не так, как о рождении свыше человека. О том, как вера зарождается в человеке. Я думаю, о себе тоже много не надо говорить. Но они, допустим, смогут вот... Много не надо. Ну, можно что-то сказать, чтобы хоть знали, потому что все вопросы звонят. Скорее всего. Как ты думаешь, а может, что нет. Они сами могут самостоятельно занятия вот такие вести? Нет. Нет. Никогда. Иначе для чего приглашали-то? Никогда не смогут занятия вести. Да, непонятно, мне кажется, в этом не знаю. Они не знают, что читать. Да. Я был в Красноярске. У меня мама, сколько тут на занятиях была у Игнатия Тихнича. И там Николай и Татьяна. И они были на занятиях. Они были на занятиях. И там в воскресные дни у нас были, сколько они. И на занятиях Игнатия Тихнича ходили. И там я с ними провел 12 занятий. Все объясняем каждый раз. Вот. Как брать, что открывать и все. Я только уехал, и они мне прислали кассету со своими занятиями. Они даже толкование не открывают. Они сразу. Ну как вот у нас сегодня сестра Валентина присутствует. Как сестра Валентина думаешь? Что она? Ну я вот что, мне вот мама всегда говорила, что в салонку нельзя хлеб макать, а то потом плохо будет. Я приезжаю, потом говорю, мамочка моя. Ну не знаешь ты, что сказать. Да и промолчи. Она. А мне мама говорила это, правда. Я говорю, мама, ну куда это приложить, к духовному-то? Ну, сынок, ну не знаю куда. Я говорю, да салонка ли там была-то опять? Ну мне же мама так говорила. Я говорю, мам, ну ты на занятия ходила, ты слышала вот какой-нибудь такой опус, который говорит там, Марин Владимирович тоже постоянно говорит, что ему мама что-то там говорила. Я говорю, ну Игнатий, что духовное прилагает к духовному, а ты что? Ну у меня другого ничего не было. Ну вот о чем я речь. Они чуть попало берут. Вы понимаете, что там будет? У меня бабушка моя, мамина. Как машина катая проедет с каким-нибудь, ну вот такие баки, баки большие. Она. Райка. Будем в аду гореть, вот в этих баках будем кипеть. Ну здесь есть, над чем подразумевать. Ну здесь еще есть, да. Тут хоть, а, сказано. Ой, Райка, А вот салонка, куда макали, смотрим плохо потом будет. Не макай в салонку. Первым. Это куда приложить. И вот они сидят, обсуждают эту салонку, да, да. Да, там не буду предать ее. Дальше. Я потом говорю, что же... Ты знаешь, я слушаю вот это вот. Это на крещении говорит, кстати, о полном погружении. И что? О том, что когда Иоанн Крестихий призывал людей, и все шли и крестились, и никогда не по голове заходили в воду, то громко кричали, высказывая, о своих грехах. А потом, когда он указал на Христа, и Христос пришел и тоже погрузился в воду, они, зайдя, оставляли там грехи. А когда Христос вошел, почему Иордан-то, говорит, вспять пошел? Он все грехи на себя взял вот этих людей и вышел уже. А чего он вспять пошел? Это когда было-то? Ну, там написано же Библию, что Иордан вспять пошел. Когда Христос вошел, Иордан вспять пошел? Да. И в каком это стихе написано? Ну, там, может быть, и это. Это в псалтире. Да, это в псалтире. Ну, вот разве об этом? Разве об этом? Ну, горы написаны, холмы скакали, как овны там и так далее. Что это? Об этом разве тоже идет что-нибудь скакать? Так я что-то ничего понятия. Это опять кому-то мама говорила? Или что? Или вы уже нам говорите? Нет. Это я слышала по ролику. А-а-а. Проповедь. Да, проповедь. Они сказали, и когда Христос вошел в воду, Иордан говорит, что Иордан пошел. И он эти грехи, которые не заходили на руд, оставляя там в воде, эти грехи, они громко крались, и остались, когда погружались, оставляли грехи. Вот я могу сказать, вот из этого, вот мне больше всего нравится толкование, которое написано, тоже не здесь оно сказано, не об этом, что когда он говорил фарисеям, ну они говорят там, кто там, кто есть, он сказал, если я, то из камней, сих сделать детей Аврааму, Игорь Тупак указал на реку Иордан, а он был в том месте, где в свое время переходили к Ерихону они. И там в середине, когда остановилась вода, она просто остановилась, она не пошла спять, она просто стояла вода. Речные потоки вот эти ушли, а здесь вода просто стояла. И они там поставили жертвенник, Господу Богу. Да, из камней. Да, и он указал на эти камни, говорит, из этих камней сделает себя Господь сыновик. Детей Бога. Детей, да, Авраама. Из этих камней. И он показал, и толкование, говорит, он показал на то место, где этот жертвенник был. То есть не просто из камней, а из камней. Вот это мне толкование больше нравится. Отсюда можно что-то взять. А вот это то, что вспять пошли, там начинаются чудеса какие-то, как вот брат говорит. Это все уже, зачем лишнего-то придумывать? Да. Если это влияет на спасение души, тогда, конечно, это надо говорить. А если не влияет? Поэтому, как они будут, эти люди, сами вести занятия, сразу, если только они нас послушают один раз, им еще непонятно, сколько продлится, какая беседа, как будет помогать священник в этом, какие выводы сделаются. Потому что, это же мы видели. Игнатий Игорь сказал, у вас ничего не получится. Я сразу понял, о чем он сказал. Я его спросил, переспросил еще. У кого, говорю, у вас, и почему не получится? Он говорит, я себя от вас не отделяю. То есть, у вас, это у нас, значит. Как бы, вот тут и все. А не получится, вот что он начал говорить, что сложный будет процесс. И я его понял. Я ничуть, ни мало не сомневаюсь, что поехать туда, это значит, вернуться на таких регионах, шестикровым серафимом, такой ножки прикрыл, лицо такой, румянец у тебя. Все, ты такой, раз, летишь уже. А за тобой вереница уже детей божьих. Ну, извините, я же не сектант. Я совершенно чисто православный, причем со слезами прям, на глазах. И как православные могут отвечать, даже самого ангельского вида женщины, вон, как отвечала она, которая накрылась. Она в норковой шубе, вся такая прям утонченная, накрашенная вся такая, такая очень миленькая женщина, худенькая, но когда она посмотрела и сказала, да я накрылась, и вот так я накрылась и стою. Уже когда я совсем однаглел, показывая ей Евангелие, вы что не понимаете, она накрылась. Я говорю, понял, понял, понял. Я говорю, такие там только и стоят, понял. Я говорю, что вы такая злая? Я же просто Евангелие предлагаю. Что вы пристаете здесь? А вот если только вот так вот вы поете, или без священника вас, мне кажется, слушать не будет? Ну, как вот Игнатия Тихоновича, почему не слушали? Без священника, выслушивали, ну сколько было там? Как-то 40 было человек народу. Вот мы ездили в Комсомольский, там 28 собралось человек. Где больше, где меньше, где-то 5 человек собралось, где-то 2. У них авторитет же священник. И говорили с двумя, побеседовали с ними, они пошли, дали им Евангелие, все, люди ушли, все, священника не было. Но когда есть священник, этого мы еще не знаем, что будет. Священник их может удержать. Даже они возрабтают, или возрабщат что-то скажут, нам не нравится. Он скажет, а что вам не нравится? Он говорит, по Библии ничего такого нету, в принципе. Ну вот, если у меня момент, что он остановить может людей, или вот тут священник сидит, и уже по-другому, и вопросы, может, какие-то пойдут другие. Я, пожалуйста, батюшка, отвечайте, я же не буду лезть. Ну-ка, подожди-ка, отец, ты же нас пригласил, ровну, рыбаку, пошире, пускай все вылетят. И вам и церкви там, ровно и другие. Мне зачем это надо? Пускай, мне вообще, чем больше батюшка их будет говорить, тем нам лучше. Да. В этом и состоит миссионерство наше. Да, да, да. Чтоб заговорил священник. Я-то кто? Я чтец всего-навсего. Я вот возьму Библию, буду ставить. Батюшка, а какое место говорить? Все, открыл, прочитал, с выражением могу. Батюшка, еще какое место говорите? Конечно, и прочитал. Ответет священник. Вот, там Сергий будет съемками заниматься, там Андрей будет, там местописания мне какие-то. Скажи, ну-ка, Андрей, откуда у меня местописания? Он откроет, я раз что-нибудь прочитаю, а могу сам быстро открыть. По часам открывай. Я так думаю, если Батюшка, ну, сказал, кто его знает? Говорит про Челубежу. 6-го выезжать утра, то я так думаю, что, а 200 километров до Романова я посмотрел, это ехо часа 3. Пол 6-го, если мы выедем до 3, то мы приедем пол 9-го. Ну, то есть, он к храму хочет, чтобы мы приехали. Да, служба скорее всего, там в 9-го. Или в полдесятого. У них такие децентрации. Да. Вот. Я думаю, чтобы мы там вместе были на службе, а потом уже с прихожанами, кто придет. Ну, так я предполагаю. Да. и, скорее всего, может быть, совместно трапеза. Они там еще объявления должны были развешивать, то есть, должны еще из деревни полететь. я, еще что хотел, чтобы спели мы тоже. Да. Я думал, что вы спете? Ну, я сразу представлю, как мы поем вперед. Думаю, могут не понять. Если поедет Витя, то можно спеть 20-й век, и здесь тоже вся ика уже на свечной хагаре. Нет, это рановато еще. Рановато. Это Игнат Иванович уже тогда добьет. Вот к чему вы обращаете Самвона, это можно спеть. Никто к ветхой одежде не прикладывает. С подножия шапота у Кремля, что будет мир и рухнет храм Дагона, заплодоносит мертвая земля. Вы говорите о былой России, царях великих, поднимавших Русь, что всех иуд развесят на осинах. Но я обратно я вам предсказать берусь. Святая Русь нас заклинают хором. Святая Русь жила и будет жить. Вот сейчас особенно. И детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит. Не знаю, для чего так лгать. Замучено, цветаться и искусно. Прислушайся за каждым словом мать. Печаль веков чадит и в сердце пусто. О, Боже, проповедников пришли в служении Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Вот это здорово, это сильное вообще. Вот это можно спеть. Ну, если видеть, кто понесет ее. А Виктор будет? Это тяжело петь. Эту без гитары тяжело петь. А вот это поется. Потому что ритм есть. Она читается речитативом. А это сложное. А Романова у нас по какому тракту не было? Не было. Так, а Мамонтова же. Мамонтова. По нашему, значит, по Павловскому. По Павловскому. Да. Ну, куда ехать на этот, на Закорчено туда. То есть, как мы здесь сворачиваем где-то на Потеряевку. А тут мимо-мимо и пошел-пошел. А Лейская, не знаешь, А Лейская где? А Лейская где? Подожди, А Лейская это тут, где Змеиногорск и ты вот сюда заворачиваешь. А Лейская трасса. Да, и вот сюда идешь. В конце января в Алиска я поеду и в Белокуриху беру. Так, ну сегодня Златоуст задал с 21 стихом первой главы как-то сразу. С лошадьми. То есть, вот это если тогда было это же 300, ну допустим 80-й год он говорит, а сейчас 1000, вот 2014 это сколько же прошло? Больше 1500, 1700, 1700 лет, 1700 лет больше даже назад, 1700 лет назад и уже называет тех людей, которые крестились, вы говорят как свиньи стоите, как кабаны какие-то, как медведи, как лошаки. То о чем сейчас тогда говорить? Топыт лошадей. Ну храм это однозначно, однозначно, это какой-то встреча, ну даже не по этим, как они, не по интересам, а просто случайные встречи будем так называть. И вот одни раз там, ой, я давно вас не видел у матушки, ай, ну как-то у вас там, у вас же что-то там сын, да нет, у меня дочь, да, 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 точно, что там дочь, да вот там то, и вот пошли, все, там уже амбон, там все, а ты ходила к Пантелеймону, там нет, пойдем, пойдем, дорогая, к Пантелеймону, вот они, а там, кто там, священник, ну эти, речи, стойки, перемидируются, эти там все, у каждого свой какой-то шалман, видно, что все разобщены напрочь, вообще сердца все отдельно друг от друга, и камнями вот так вот только стучат друг от друга и больше ничего, один шум, и вот только у нас зайдешь, все, тишина, сплошная тишина, молитва пошла, все, и люди поют, и верующие поют, верующие поют, это вообще, для меня, я иногда сам хочу послушать, даже, потом думаю, ну ладно, надо же петь, все, тут уже, как говорится, залез в кузовок, назовись груздем, а так, так, люблю я посмотреть, со стороны послушать, как поют-то все, а ты запиши, кто дома послушаешь, ну, и такое тоже было, слушал, а я же эту, ярошанку уже снимал, да, не смотрел, которая со мной разговаривала, да, ты успел снять ее? да, да, снимал, а, ну, значит, где-то есть она там, где-то есть, не выставили ее, почему выставили? и вот всегда, когда люди, вот эти православные, начиная с тобой говорить, они почему-то понижают голос до шепота, так, типа, как змея какая-то, и всегда, да у нас это есть, да я православная, а почему не так? я православная, ну, вот так вот хотя бы, никогда, я православная, ну, как будто бы, я вот подошел, ты православная, а я сейчас в душу залежу, и это из себя вытяну как-то, почему? такой сразу, я православный, ты что меня хочешь, а ты не православный, стоит такая при меня, а ты не православный, я посмотрел, я думаю, ну, я смотрю, по вам видно, что вы все знаете, наполнены просто, знаниями, я, конечно, не православный, для вас, конечно, я начну о постах же говорить, а там постный поросенок, вечно в голове, как его с чем приготовить, с хреном, или с яблоками, великий пост, вон я стоял, на трамвайной остановке, бабушки при мне обсуждали, с чем будет, как делать, кто пельмени сегодня, ой, я своим только с постной баранинкой, такая постная, постная, меня как подбросило, я говорю, бабушка, вы что, какая баранинка, мясо вообще нельзя, это великий пост, как нельзя, батюшка же все попускает, я говорю, подождите, батюшка вам попускал прям в этот пост, баранинку, да я в этот-то не разговаривал, а какая разница, то есть, она спросила там, где-то может какой-то день, батюшка что-нибудь сказал, она уже себе придумала, и все, и все подряд хряпает, у нее все постное уже, и как такое пищейка, вот она подошла к батюшке, батюшка, а у меня там баран со штампелем на заднице, вот это, первый сорт, а можно вы его сделаете, это пускай щука будет, и батюшка, да благословляется, его задница, все, все, щука, откуда они это берут, вот, и главное, и потом упирается же, а ты не православный, тебе вот неправильно думаешь, да и батька-то так не думает, я точно знаю, что он так не думает, придумали за него уже, все, и только этот батька виноват в том, что он никогда не беседует с этой душой, с этой бабкой, которую он может и презирает-то, бабка, она неказистая, со слюнями, с губы синие ходит, а надо к ней подойти как к душе, а он этого не видит, вот, ну вина-то их в чем еще, каждый бабке подошел, она знаешь, какая красавица потом сделается, а то правильно, смотришь на нее, ничего ей не даешь, она в пост сжетчем попала, там не только синие губы будут, там и зубы вырастут, нельзя побеседовать вот с священниками, хотя бы с парноурскими, раз уж так уж, ну как с ними беседовать, вот мы сейчас едем побеседуем, я вот беседовал, приезжал в Красноярске, мама устроила встречу, я ради этого, субботу все выстоял, у меня колени труба, я выстоял, все выстоял, еще в воскресенье выстоял, молчу все, он вокруг меня все ходил, ходил, потом уже, это, все стоит, батюшка, ну останьтесь немножко, пообедайте, я стою, он такой на меня посмотрел, ну что, пойдешь, я кивнул, пойду, ну зашли туда, он сел там, все поел, я вижу, что он поел, хорошо, все помню уже, все он наелся, все сел, молодой, заканчиваю только семинарию, крещение у нас такое, он только, у них четко в семинарии поставлено, только на отбивание, он как вратарь со мной, он не беседует там, там, что допустим, надо любить людей, Христос сказал это, ему это ничего не надо, я ему вопрос задаю, почему нет троекратного погружения, а, троекратное, где, где написано у нас, что мы троекратно должны точно прям погружать, я говорю, каноны, каноны, ну каноны, кто сейчас знает эти каноны, такой сидит, вещает, оракул у меня, да я без тебя знаю, что никто их не знает, так ты-то знай, эх, да того ли нам, да такой, ох, тут до вас доехать, ой, даже не знаю, у меня 4 прихода, я думаю, да и ты и тут не нужен, точно, маме потом говорю, мама, вот этих вот, ну вориши, я говорю, их прямо взять поганой метлой, и гнать отсюда, и все, ему ничего не надо, ему никто не нужен, вот сел, поел, все, разлепешился, и теперь только отбивается от меня, такой раз, такой, небрежно, я имею ввиду, чтобы вот пригласил, допустим, вот тебя пригласить в Никольский храм, чтобы ты сделал проповедь, ну закончилось, проповедь начинается, ну вот, разрешили бы тебе эту проповедь сделать, когда силы не стоят, разрешат, я бы уж поговорил, сказал, конечно, конечно, и мне кажется, большая была бы великая польза, люди бы хоть что-то, что-то бы, я бы на русском языке, местописания, хоть вспомнил, конечно, вот это, вот я хочу про это, чтобы вот, я бы и показал, как они стоят, эти кони, их свиньи, а то же у них все вот так, вот надо, вот так, вот на эту тему, надо с ними договариваться, чтобы, вы-то уже все, как говорится, все знаете, понимаете, они-то ничего там сказать не могут, а вот именно раз, и проповедь эту, после хотя бы вот службы, подождите, сейчас будет проповедь, и знаете, что сказать, и мне кажется, люди бы послушали, ну вот я был у отца Константина, он мне постоянно давал, он говорил проповедь, и потом проходило время, он прям выходил, ну когда там перерывы-то в этих, между цацкими, и он выходил, это, брат, слово есть у тебя сейчас? Я стою, я говорю, да вот тут, как раз возникла мысль такая, он говорит, пожалуйста, давай, скажи, это же прекрасно, я говорю, а насколько там можно сказать, он говорит, да говори, как закончит, Дух Святой, оно понятно все будет, я говорю, ты прям как по Писанию, ну а как же, верующие, ну все молодец, ну люди слушали, и главное, что, ну конечно стоят, я же говорю, на тему, и тема такая, которая возникла вот сейчас, и главное, что за мной-то тут никто не следит уже, в таком плане, хотя он совершенно чужой, здесь-то Игнатий Тихонович, тут батюшка, что-то сказать, не сказать, со всех сторон, короче, все смотрят, что ты там сказал, а здесь человек, мы с ним до этого беседовали, несколько раз, неоднократно, занятия у нас проходили даже, вот, он прям достает толкование, прям вот так вот, вот так вот прям, садится и говорит, что-то у меня ноги так устал, а он вот такой вот, вот так у него, пузо вот такое, ноги что-то устал, я думаю, ничего себе, я устаю, у тебя с таким, вообще тяжело, наверное, поэтому, сегодня мы будем заниматься, Словом Божьим, я думаю, да слава тебе Господи, пускай так все время будет, и он начинает, а он много-много знает, он и фамилии, там нигде он только не был, он же в зарубежной церкви был, а был перед этим 8 лет в московской патриархии, рукоположен, потом в зарубежной церкви у Виталия, потом у Лавра, потом у Илариона успел, и вот только, когда вот это началось объединение, все, воссоединение, он тогда уже ушел, то есть он другого ничего не увидел, потому что оставаться не мог в этом всем, и он говорит, понял, это неправильно все, и тогда перешел, я в московскую не пойду, все, хватит уже, там нету, говорит, кого что надо, а сейчас он у Орлова, это кто? это в Омске, в Омске, в зарубежной, да, в зарубежной, в церкви, она не признает, в московской патриархии, ну все, а что тебе туда не поехать? с Богом, это, знаете, подождите, у меня вот какой вопрос, мне вот Володя, это вот, да, и он же, наверное, ее купил, я не могу ему деньги никак отдать, он не берет и все, ну вы скажите, что нельзя же так, я просто мучаюсь, страдаю, думаю, ну он же, наверное, купил, потратился и все, а он не берет никак, ну вы скажи, объясните ему, что так нельзя, нет, то, что вы говорите, так нельзя, это как раз так можно, нет, ну я не хочу так, я не хочу, ну да, ну понятно, мне понятно, мне ваши мысли понятны, то есть, он к вам подходит, как к нуждающейся, а вы нуждаетесь, не в сумме какой-то, или купить, у вас, потому что есть эти субсидии, понятно, у вас и внучка, дочка, они с чего составят, а вы, вам просто нужно духовное, чтение, пища духовная, да, и то, что он уже сделал, уже помощь большая, все понятно, ну я должна его, я пенсию получаю, все, забудьте про это, не надо ничего говорить, но дело все в том, что у него пример Игнатия Тихоныча есть, видите, ну я не могу так, но это, Игнатий Тихоныч примером-то показывает, допустим, вот диск сколько стоит, он берет за сам диск, просто и все, а за труды не берет, на проезд тратит, он же едет сюда тратит, с него же деньги берут, поэтому, поэтому, в принципе, это, отдать ему сумму, за диски, в принципе, ничего в этом нету, а вот там, за великие труды, допустим, тебе еще 1 миллион брать, не, он же дал магнитофон, так понимаю, магнитофон, это дал он мне, и диски дал, и я еще хочу диски, чтобы мне, чтобы за все это не быть должно, и я рада, я так рада, я прямо благодарю Господа Бога, и молюсь, и все, и за всех за вас, вообще-то за труды нужно брать, давайте молиться лучше, не, 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 труды, какие труды, труды нет, это уже его дело, да и магнитофон он пока только просто дал, может быть, она лучше купит, прими как дар, это что ты проигрываешь, это не магнитофон, этот проигрыватель, он не есть, это дисковый проигрыватель, нормально, тут все хорошо, достойно есть якова истину, блажить я благородницу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херубин, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога, слово родшую, сущую в Богородицу Тя величаем. Благодарим Тебя, Христе Боже, что и в этот день позволил нам прикоснуться к Слову Твоему, уразуметь толкование Твое, дай нам, Господи, силы и желания, все услышанное здесь исполнить, дай десновение рассказать другим людям, пошли на нашем пути этих людей, жаждущих слышать Слово Твое, познать, как и мы познали Тебя, и предстоящую поездку в село Романово, устрой по воле Твоей. Пошли нам людей, искренне жаждущих и желающих слышать Слово Твое, жить по Твоим заповедям, желающих избавиться от бельков и пороков. А нас умудри, Господи, как все это сказать каждому сердцу, подобрать ключик из священных Твоих писаний. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Дальвини. Спасибо.